Hola! И мы продолжаем учить испанский. Сегодня у нас шестой урок, и говорим мы сегодня об определенном артикле. Определенный артикль. El artículo determinado. El artículo determinado. Это определенный артикль, с которым вы уже довольно-таки хорошо знакомы. Итак, el cuadro. Картина. Также можно перевести как квадрат. Картина. Los cuadros. Картины. Здесь у нас определенный артикль мужского рода единственного числа. El. И определенный артикль мужского рода во множественном числе. Los. El cuadro. Los cuadros. La hoja. List. Листок. La hoja. Las hojas. Определенный артикль женского рода. La. В единственном числе. И определенный артикль женского рода во множественном числе. Las hojas. El. Los. La. Las. El. Los. La. Las. Это и есть наши определенные артикли испанского языка. Нам нужно запомнить следующее. Что если слова женского рода начинаются с А или с А, с АЧ, но АЧ здесь не читается, под ударением, я взяла здесь ударение в скобочке, потому что не всегда эти ударения выделяются в письме, но они должны быть под ударением. Так вот, непосредственно перед такими словами вместо артикля женского рода мы используем артикль мужского рода. Например, el agua. Вода. El aula. Аудитория. El acha. Или el águila. Орел. Эти слова свой род не меняют. Они являются словами женского рода. Например, el agua cristalina. Кристальная вода. Мы по прилагательному видим, по окончании прилагательного, что слово-то женского рода. Но, так как они начинаются с ударный А или с А, с АЧ, то вместо артикля женского рода мы ставим непосредственно перед этими словами артикль мужского рода. И, вы уже помните вот эти вот слова, aula, acha, águila, мы проходили их, когда говорили о точно таком же правиле, только с неопределённым артиклем. Помните, тогда вместо неопределённого артикля una нужно было перед ними употреблять неопределённый артикль un. Неопределённый артикль мужского рода, но на род слово это ни в коем случае не влияло. Давайте это запомним. Давайте рассмотрим два испанских предлога «а» и «дэ». «А» означает направление «туда», а «дэ» – обратно. Например, «Ме вой а Москву» – «я еду в Москву» или «я иду в Москву». А «Ме вой де Москву» означает «я иду из Москвы». «Я еду из Москвы». Особенность этих предлогов «а» и «дэ» в том, что они сливаются с определёнными артиклями мужского рода. То есть «а» плюс определённый артикль мужского рода мы получаем «аль». А «дэ» плюс определённый артикль мужского рода мы получаем «дэль». Кстати, предлог «дэ» также употребляется, когда нам нужно сказать «чей». Он похож на английский предлог «ов». Возьмём пример. «Es el hijo del profesor». Здесь мы видим слияние предлога и артикля. «Он сын профессора». «Он сын профессора». И ещё один пример. «Vamos al cine». «Мы идём в кино». Здесь опять-таки мы видим слияние предлога и артикля. «Vamos al cine». «Мы идём в кино». А теперь поговорим об употреблении определённых артиклей. Во-первых, определённый артикль указывает на объект, который является единственным в своём роде. Например. «Мадрид – столица Испании». Мы понимаем, что у Испании одна столица, поэтому используем определённый артикль «la capital». Или, мне очень нравится этот пример. «La tierra gira alrededor del sol». «Земля» тоже единственная в своём роде наша планета. «La tierra gira» вращается вокруг «alrededor», вокруг «del sol». Здесь мы также видим слияние предлога «de» и определённого артикля «el». «Del». Во-вторых, мы употребляем определённый артикль, когда говорим об объектах, которые являются единственными в данной ситуации. Например, «Открой окно, пожалуйста». Конечно же, мы знаем, что за окно просим открыть, да? И поэтому здесь мы чётко знаем, что это за окно, и употребляем определённый артикль. Это окно, единственное возможное в данной ситуации. Или «Луис находится на кухне». Когда мы так говорим «Луис на кухне», мы чётко знаем, какую кухню мы имеем в виду. Конечно же, это кухня нашей квартиры. И поэтому употребляем определённый артикль. «Луис está en la cocina». И в-третьих, мы употребляем определённый артикль тогда, когда хотим назвать не один конкретный объект, а всю категорию этих объектов. То есть мы обобщаем. Например, Мы не имеем в виду конкретную собаку, а имеем в виду всех собак. Или Чилийцы говорят на испанском. Опять-таки, мы имеем в виду всех чилийцев. Мы называем всю категорию объектов. То есть мы очень сильно обобщаем, и тогда используем определённый артикль. И это всё, что я хотела сегодня вам рассказать. Всем удачи! Арьёс! Чуть не забыла. Сделайте упражнение к уроку шестому. Арьёс!